Всем привет, друзья! И добро пожаловать на канал Тапки с пробегом! Всем привет, моим подписчикам и гостям моего канала. С вами Влад и канал Тапки с пробегом. Находимся мы в компании Автостарт, которая находится по Swimby. Ребят, вы только посмотрите, сколько здесь реально автомобилей. И здесь тачки стоят, и здесь стоят тачки. Мало того, вон там даже, наверное, самолет по трыбину летит. Ну ладно, это не об этом. В общем, друзья, я взял с собой, как обычно, вот такой вот наш девайс. Это RD Pro 1000. В общем, ребят, будем снимать, смотреть, нагонять жуть и смотреть, какие тачки здесь с шпаклевкой, есть ли они здесь вообще. Ну, в целом, давайте начнем. Так, пожалуй, я хотел начать с каких-нибудь вот таких вот реально простеньких, да? Вот такая вот Kia у нас здесь стоит. Стоимость у нее 4 миллиона 850 тысяч по стоимости. Это Kia Cerato 1.6 2010 года. Пробег 331 тысяча на автоматической коробке передач. Ребят, все тачки не буду смотреть на толщиномер, на лакокрасочное покрытие. Так, тканевый салон, коробка автомат. Привет, песик. Вот такая вот машинка. Ну, тут, как бы вам сказать, я думаю, тут, наверное, да нет, смотрите. 107, 114. Вполне неплохо. 107, 165, 119, 149, 141, 155, 244. Ну, ребят, ну, машины не новые, понятно, что они из-под кого-то. Но, тем не менее, вот такая вот тачка. Так, здесь 3 миллиона 990 у нас стоит Matrix. Тойота 1.8 2002 года на автоматической коробке передачи. 211 тысяч километров пробега. Автомобиль у нас переднеприводный. Автомобиль на железках. Присутствуют ветровики, тканевый салон, кондиционер. Вижу все дела. Я не знаю, стоит ли пробивать. Самое нормальное вообще смотреть машины, которые, ну, хотя бы 2011-го, 2015-го года. Там еще как-то смотришь, как человек не относился. Ну, когда ты видишь машину 2002-го года, ну, что ты от нее хочешь? Называется, чтобы она была в идеале. Если, ребят, такие тачки будут полностью в идеале, по толщиномеру, ну, это можно смело будет сказать, что что-то, блядь, в этой жизни пошло не так. Так, вот такая вот у нас. Это у нас... Ой, жарко, капец. Дэву Nexia 1.5 2013 год. 1 миллион 650 тысяч по стоимости. 200 тысяч, ребят, километров пробега. Так, а вот Nexia 2013-го года, это, я считаю, оно более или менее свежее, что ли. Будем так говорить. Ее можно, в принципе, прощелкать. И то я вот тут-то уже вижу, что... Хотя нет, смотрите, 102, 144, 117. Вот что мне нравится в этом девайсе, в этом толщиномере, он показывает довольно-таки даже все четко. 99 вообще ништяк. Ну, 557.0. Ну, вот такая вот тачка. Так, здесь у нас стоит... Ух ты, шлада. 1.6 2013 года. На автоматической коробке передач. 133 тысячи километров пробега. 3 миллиона 292 тысячи. Здесь у нас стоит Мерседес. 220-я модель, двухлитровая, 1993-го года. Зеленая. На механической коробке передач. 348 тысяч километров пробега. 1 миллион 590. Так, вот такая машинка стоит у нас. 1 миллион 400. Это Deo Le Ganser. 1,8 объем. 99-й год. 195 тысяч километров пробега. На автоматической коробке передач. 6 миллионов 700. Kia Soul. 1.6 2013 года. Бензин на автоматической коробке передач. 89 тысяч километров пробега. Так, вот такая вот Camry. 40-ка. 6 миллионов 96 тысяч 500. 2,4 объем. 2006 год. На автоматической коробке передач. Блин, ну фары, конечно, у нее, да, поплыли. 124, 124, 130, 334, 380, 617, 1936. Ну, ребят, с этим крылом, да. Ну, тут видно даже, вот шпаклевка. Ну, как-то так. 425. Мультируль. По поводу салона не видно, но кожаный он там или не кожаный, я не вижу. 358, 474, 326, 498, 335, 213. Ребят, давайте договоримся так с вами, да, я не эксперт, я не маляр, там, не знаю, я не кузовщик, чтобы говорить, тачка крашеная, не крашеная, перекрасили, не перекрасили. Я вам просто, ребят, буду говорить цифры, а вы там уже делайте выводы. Так, идем дальше. Вот такая машинка. Это Hyundai Accent. У нас 6 миллионов 98 тысяч по стоимости. 1,6 объем. 2014 год. 131 тысяча километров пробега. 131 тысяча, 2014 год. На железках. Капот в 125. Крыло 102. 134 дверь. Крыша 127. 109. Задняя левая дверь. Крыло 110. Крышка багажника 109. Вот такая вот машинка. Так, здесь у нас Toyota Camry. Это у нас... Так, это у нас 30-ка, да, вроде, если не ошибаюсь. 2,4 объема 2002 года. На автоматической коробке передач. 214 тысяч километров пробега. Крышка багажника у нас... Где-то местами 804 идет. Где-то 434, 482. Вот здесь где-то тысячу с копейками показывает. Крыло по 480, 425. Крыша 457, 365. Двери 383. 386. Местами за 400. Ну и капот 239. Так, вот такая машинка стоит. Это Ford у нас. 4 миллиона 300 по стоимости. На железках Ford Focus 1.6. 240 тысяч километров пробега на автоматической коробке передач. Так, стоит такая машинка. 4 миллиона 372 тысячи по стоимости. Это Lada у нас. 2015 года на автоматической коробке передач. 199 тысяч километров пробега. Вот такая машинка стоит. Так, 3 миллиона 920 тысяч по стоимости. 259 тысяч километров пробега 2014 года. БНВ 10 миллионов 500 по стоимости. Так, 520 Айка 2-х литровая 2014 года. На автоматической коробке передач. Задний привод. 170 тысяч километров пробега. С омывателями фар. Что, ребят, думаете про Boomer? Кожаный салон. 157. 89,5. 97. 112. 92,5. Не 925, ребят. А 96,6. То есть и 100 микрон нету. То есть все нормально. 107,200. 137. 92,8. 112. 119. 103. 93,5. 93,5. 93,5. 228. 228. Так, стоит такая Camry. Но, к сожалению, ценников у нас нет. Кстати, ребят, у них появились вот такие машинки. Сейчас мы с вами посмотрим их цены. Классненькие гусики такие. Может быть, кому-то из вас будет интересно. 7,5 миллионов. Это написано DFSK. Donchfeng. Извините меня за мой английский. C37. 1,5. Турбо. 2022 года. На механической коробке передач. Я так понимаю, что он турбовый, что ли? 7,5 миллионов. Такой же. 9,9 миллионов. C35. 1,5. 2022 года. Они новые, ребят. Все в салфане. 9,9 миллионов. Тоже 2022 года. Потом вот такой вот идет. У него идет уже с таким, с кузовом. Так. 1,5. Турбо. C31. 2022 года. Белый заднеприводный. На механической коробке передач. 7,8 миллионов. 8,5 миллиона. На механической коробке передач. В серебристом цвете. И тоже он 8,5 миллионов. Двухлитровый. 2022 года. Но это еще, ребят, не все. Там вообще куча тачек. Сейчас мы с вами засмотрим еще один. 5,9 миллионов по стоимости. Это Chevrolet Spark. 1,0 литровый. 2019 года. На автоматической коробке передач. 52,000 километров пробега. Так, подожди, парень, не выключайся. Так, 185. 185, да? Крыло давайте посмотрим. 267. Стоечка у нас 292. Крыша 371. Вот здесь 1051. 516. 1033. 942. 900. 209. 235. 152. 160. 160. Вот такая вот, ребят, машинка. Маленькая, да, удаленькая. С такими значениями по лакокрасочному покрытию. Так, вот такой вот у нас Volkswagen. 8 миллионов 500 по стоимости. Это Volkswagen Amarok. 2-х литровый на механической коробке передач задний привод с пробегом 149 тысяч. Как бы, ребят, более такие свежие машины, их как-то неохота, время тратить на них с краскомером, с краскомером, с толщиномером, ходить, смотреть. Все потому что, ну, как бы, зачем. А вот найти вот свежую, я имею в виду, чтобы она была не битая, не крашеная, вот такой вот RAV4, вот это было бы клево. 9 миллионов 800 RAV4 2-х литровый 2011 года. Пробег 144 тысячи на автоматической коробке передач написано. Вот его я с удовольствием прощелкаю, гляну, посмотрю. 121. 113. Дефлектор капота, у него литые диски. 113. Ой, салончик. Ну, салончик у него приятный. Так. 114. 106. 91,4. 110. 110. 103. Как приятно-то. 140. 166. 115. 99,5. Вот, люблю этот краскомер за его точность. 106. 120. 98,2. 98,2. 98,2. 118. 118. Ну, вот такой вот RAV4, ребят. И в родном окрасе, считаю. Как он? Тачка огонь. Кому интерес, милости просим. Так, на Ниссане, к сожалению, у нас ценника нет. Здесь у нас стоит Volkswagen в белом цвете. 14 миллионов 90 тысяч по стоимости. Автомобиль у нас на автоматической коробке передачи. Это он с Tiguan 1.4 Turbo 2017 года. Как вам, ребят, тачка? Тканевый салон у нее. Кто ездил, ребят, на Tiguan, скажите? Она вообще едет? 1.5 Turbo, да? Я сказал, 1.4 Turbo. Ну, мне кажется, едет. Так, вот такая вот машинка у нас. 10 миллионов 500 по стоимости. Это у нас Chang'an A600. Объем 0 на электрике, получается. 2021 год, да? Электро переднеприводный. С пробегом всего лишь 200 километров. Вот, ребят, возьмите себе такую тачку. Будете на Медео без проблем подниматься. Там, куда на Ченбулак и так далее. По-моему, там на электрических двигателях тачку пускают, да? Так, вот такая машинка стоит. 12 миллионов 500-й Kia K5. Двухлитровая, 2020 года. 50 тысяч километров пробега. Написано, ребят, газ. Значит, газ-бензин у нее, да? Так, 10 миллионов 500 еще раз у нас электрический автомобиль. Тоже A600 и 2021 года. 200 километров на автоматической коробке передач. Рядом стоят вот такие машинки. ДПС. 7 миллионов 800, 1.5 турбо, 2022 года. Бензин на механической коробке передач. О, ребят, ну вот если вообще и бассейн поставить, и девочек загрузите, и кальян поставите. И вообще можно по Альфа-Раби будет носиться, короче. Так, вот такая машинка стоит. 9 миллионов 990 тысяч, 1.5 на механической коробке передач. Автомобиль без пробега, 2022 года. Ну, здесь, ребята, они все, в принципе, одинаковые. Вот такая вот Hyundai. Это у нас Sonata, 13 миллионов 200, двухлитровая, 2020 года. 14 миллионов 500 по стоимости. 1.6 2014 года на механической коробке передач. А пробег у нас 360 тысяч. Hyundai Accent, 9 миллионов 600 по стоимости. 1.6 объем 2022 года на автоматической коробке передач. Вот так вот он в красном цвете. Volkswagen, 9 миллионов 400 по стоимости. 1.6 объем 2021 года на автоматической коробке передач. 29 тысяч километров пробега. 5 миллионов 790 тысяч. Это у нас Lada Vesta. 1.6 объем 2018 года. 20 тысяч километров пробега на механической коробке передач. Вот интересно, за 20 тысяч километров пробега куда-нибудь въезжали? 125. 125. 134. 109. 118. 118. Ну, в общем, нормальная, идеальная тачка. Так, здесь у нас за 4 миллиона 990 тысяч. Вы получаете Ravon Nexi R3. 1.5 объем 2017 года. 98 тысяч 400 километров пробега. Здесь у нас Chevrolet Cobalt стоит. 6 миллионов 350 тысяч по стоимости. 1.6 объем. Автомобиль на автоматической коробке передач. 69 тысяч километров пробега. 2020 год. 7 миллионов 900 по стоимости. Тоже Chevrolet, тоже Cobalt. 1.5. 2022 год. 20 километров на автоматической коробке передач. Ну что, друзья, вот такие вот тачки, представленные в компании Автостарт. Ставьте лайки, нули дизлайки, и совсем все было хреново. А с вами был Влад и канал Тапки с пробегом. До новых встреч.